Ну а у нас в студии гость. К нам присоединился Якуб Султанович Патиев, политолог. Здравствуйте. Добрый вечер. И прежде всего, наверное, самое главное, хотелось бы поинтересоваться и спросить вас, что можно сказать о сегодняшнем избирателе, о его политической подкованности. Есть ли вообще таковая? За кем сегодня избиратель идет? Вот он делает осознанный выбор, на что он вправе рассчитывать? Вы знаете, я вот сегодня наблюдал в течение дня по телевидению, по нашему национальному телевидению, интернет-газетой, газетой Ингушетия, наш сайт Сердолу и так далее, и видел поразительную активность населения. И даже те, кто выступал во время участка избирательных, это люди не ангажированные были, это люди не из корпоративных интересов выступавшие, а говорили свое мнение. Старики, пожилые, даже те, кто и первый раз голосует, 18-летние, те, кто первый раз голосуют в жизни, у них чувствовала заинтересованность, какая-то приподнятость, не дежурные, опять-таки, не декларированные, а вот от души и души. Вот это поразило. Я невольно вспомнил историю голосования нашего народа. Если вспомнить, что 10 февраля 1946 года, когда наш народ был в депортации в Казахстане, проходили в стране выборы Верховного СССР, не имели права спецпереселенцы быть избранными, но они наставили на том, чтобы им разрешили голосовать, участвовать в выборах. Хотя тогда и выборы, практически один кандидат на один округ и так далее. И тем не менее, наши старшие того времени, они просили, просились быть избирателями. То есть не хотели быть сторонней от истории. И поэтому наш народ, цивилизм был политизированным в этом отношении. Даже взять 1925 год, первый выборовый совет Ингушской области, и то, понимаете, на всем протяжении нашей истории всегда чувствовалось, что люди хотят участвовать, чтобы завтра сказали, я участвовал, или я был против, или я был за. Это же другой вопрос. Но, по крайней мере, они всегда свое мнение выражали. И политизированность, она сказалась и сегодня. И наблюдаешь, начиная с двухлетнего Ильиева, и кончая, допустим, тем, кто первый раз голосует, и те же там старики выступавшие, и Эльберт Евкуров, и Хосеан Аздоев, я наблюдал за ними, я их знаю, но вот это чувствуется уже какой-то дух, преподносит. Ну и надо понимать, что не только, но еще они чувствовали, что все-таки какое-то совпадение, случайное, разумеется, то, что мы празднуем в эти дни 248-летие, объединение с Россией. Это тоже момент какой-то, именно заставляющий идти на выборы. Мне кажется, вот в этом смысле мы сегодня имеем хорошие показатели, видимо, подсчитают нам, сообщат очень скоро, но, по крайней мере, вот это обнадеживает и полагает, что действительно народ хочет участвовать в будущем, как формируется будущее, кто будет в будущем заниматься этой страной. То есть не случайно говорит, мы сегодня голосуем на будущее, на будущее, на 6 лет, по крайней мере. Это, конечно, обнадеживает. То есть все-таки вот такая активность нашего сегодняшнего избирателя, это работа проделанная, это агитация, вот эта здоровая проделанная, ну, сегодняшняя. Ну, разумеется. Или же все-таки это в генах? Или и то, и то. И то, и другое вместе, потому что я видел, что на протяжении последнего времени, как агитировали, предлагали, как внушали людям, что действительно это необходимо. И не только те, кто обязаны по долгу службы, но и само население, друг друга убеждали, что да, это нужно, да, у нас есть проблемы, да, есть какие-то претензии к существующему положению, есть надежда, что кто-то может решить проблему. Поэтому вот это сказалось. И агитация, и сам порыв населения, порыв народа. Вот в этом, конечно, главная ценность того, что действительно мы сегодня будем иметь в итоге хорошие показатели именно по участию избирателей в выборной кампании. Ну, и то, что мы сегодня видели, даже малыши, если они не голосуют, то поддерживают настроение, да, семьями приходили, да, и детские сады были задействованы. Причем для них это действительно праздник. Конечно, это возможность, это, в принципе, сопричастность каждого человека, сопричастность к будущему, сопричастность к тому, что завтра, чтобы человек не говорил, я не участвовал или я участвовал. Но даже если он участвовал, допустим, и его кандидат не прошел, то он все равно чувствует сопричастность. Я был против, значит, у меня свое мнение было. Это мнение потом должен он же выражать будет уже публично. Ну, а если не углубляться в такое далекое прошлое, вот, допустим, возьмем 2012 год, какая разница? Есть ли разница вообще даже не в самом процессе выборов, а опять же поговорим об избирателях? Есть, конечно. Разница в том, что если 2012 года выборы проходили как-то, ну, скажем, на волне тех выборов предыдущих, 2000 года, 2004 года, 2008 года и так далее, то 2016 год он был накален и не только наличием большого количества кандидатов к президенту, но и тем, что ситуация и в стране в целом была очень тяжелая. Это связано и с общей международной обстановкой, и социальное положение, положение центрально-экономического народа не очень, скажем, на таком уровне, на котором хотелось бы нам, который мы ожидали. И тем не менее люди понимают, что именно сейчас надо выразить свой голос, потому что дальше больше зависит будущность России от сегодняшнего выбора, чем от 2012 года. Тогда как по накатам нашло. Сегодня уже есть какие-то вопросы, есть сомнения, есть желания, есть и уверенность, что вот я поступлю сегодня так, будет выбор, выбран президент имя РЭК, вот тогда будет и улучшение жизни в стране в целом.